Самобытность в каждом стишке. Мастерица Лариса Рочева бережно хранит традиции коренных малочисленных народов Севера и шьет национальную ненецкую одежду. Олени мех, бисер и бахрома. В ее руках изделия приобретают неповторимый северный колорит. Уникальную коллекцию рукодельница оценила наша съемочная группа. С самого детства ее быт переплетается с творчеством. Лариса Рочева родилась в тундре и вместе со своими родными прожила там не один год, а потом уехала учиться в Ярсале. Всю жизнь проработала поваром, но ее главным увлечением в жизни стало шитье. Еще будучи маленькой девочкой, она стала плести из бисера и вышивать. Первые вспоминания где-то 7 лет, 6 лет в тундре, вот где я жила. В свободное время, когда бывает, утром, значит, собираешь оленей, там дрова делаешь, все такое, короче. А потом в свободное время появляется и сядешь шить, делаешь. Сейчас в арсенале мастерицы уже несколько десятков изделий. Зимняя и летняя одежда, кисы и бурки. Для девочек традиционные ненецкие куклы. А для тех, кто постарше, самобытные украшения и оригинальные сумочки. На перстук можно сюда лазить. Видите? Двухсторонняя она. Нитки, которые использует мастерица в своей работе, необычные, а изготовлены из оленьих сухожилий. Они отличаются особой прочностью. Да и в целом, говорит Лариса, если делаешь такую одежду, то это на всю жизнь. Поэтому рукодельница подходит к каждому изделию с особым усердием. Работа кропотливая и не требует спешки. На это уходит где-то пол, на полмесяца. Но когда вот хорошо, нормально работаешь, это в течение трёх недель можно сделать, закончить. А так зимнюю одежду я долго делаю, хорошо делаю. Но это двойной, потому что двойной мех. Надо выделывать сначала мех, выделать, чтобы она была мягкая. Даже самые мелкие предметы одежды поражают богатством и сложностью вышивки. Замысловатые элементы северных узоров она придумывает сама. Большую часть коллекции Ларисы Рочевой можно увидеть на ежегодных ярмарках и этнофестивалях в окружной столице.